Танцы или спорт? Воспитанники клуба «Фортуна Дэнс» не спорят. Каждый занимается своим любимым делом. И отчетный концерт показал эту любовь всему залу. На сцене по очереди сменяли друг друга танцоры и спортсмены. И те, и другие артисты, но база у всех своя. Кому-то ближе эстрадные постановки, а кто-то растет как профессионал, выигрывая соревнования и получая разряды. Они настолько горят, и я с ними горю, и мы сочиняем разные постановки, разные номера. И мне это нравится, и им нравится. И поэтому сейчас мы как бы два направления ведем. И спортивно-бальный танец, и эстрадные уличные танцы. Педагоги также выступили перед зрителями. Этим безупречным движением они учат детей на тренировках, чтобы получить высший бал любого судьи на любом уровне. Ведь воспитанники «Фортуны Дэнс» не раз шлифовали паркет престижных российских и международных соревнований. В каждой постановке идея. Вот и папа с дочей умилили публику. Разный возраст в этой паре, разный уровень. Но как гармоничны они в своем амплуа. Девочек в коллективе гораздо больше, чем парней. Существует миф о том, что танцы – это не спорт. Но здесь все прекрасно понимают, что нет ничего надежнее сильных рук партнера. О выносливости позавидует любой атлет. В наших танцах спортивно-бальных нужна выносливость, нагрузка и много силы, чтобы хорошо танцевать. В гости к «Фортуне» заглянули и особенные танцоры. Егор Сорокин и Лариса Пенкина подготовили свой номер на колясках. Но самый трогательный момент концерта случился по вине вот этого парня. Глеб Гисюк в этом году выпускается из «Фортуны». 11 лет в танцевальной семье. Первые и 201 места. Было все. Но сегодня – прощальное соло. Образцовый танцевально-спортивный клуб «Фортуна Дэнс» тренируется в ДК «Дружба». С нового учебного года там ждут всех желающих, чтобы принять в семью старательную, дружную и крепкую. Ирина Мигунова, Игорь Антонов, Роман Адонин. Телемикс. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Продолжение следует...